Всем привет, меня зовут Данила, и это видео для тех, кто собрался за каким-то хуйом покупать себе гитару. Для чего вообще это видео? Ну, первое, это помочь новичкам сориентироваться в гитарном мире, сравнивая различные гитары. Вторая основная причина, это то, что все эти гитары у меня есть в данный момент времени. Ещё одна причина в том, что мне нужно выбрать, какие гитары оставить. Места-то в доме не очень много. У меня тут собрались следующие музыкальные инструменты. Электроакустическая гитара Ibanez, вот такой вот модели. Ещё одна электроакустическая гитара, но в этот раз не из дерева, а из карбона, как утверждает производитель. Это гитара Enya, вот такой-то модели. Мы её послушаем и в подключке, через шнур, и подзвучим микрофоном. Гитара классическая Rockdale, вот такой-то модели, и тоже с небольшой особенностью. Гитара имеет анкерный стержень, что немного отличает её от других классических гитар. Электрогитара Rockdale, модель Stars Black Limited Edition. Ну, несмотря на громкое название, это обычный страт. Сейчас коротенечко расскажу про каждую из четырёх гитар в порядке возрастания их цены. А в конце видео спою песню, и мы в склеечку послушаем все четыре экземпляра, чтобы прочувствовать разницу и решить, кому какая гитара ближе. Классическая гитара представляет из себя корпус с вклеенным широким грифом и натянутыми нейлоновыми струнами поверх всего этого. Обладает тёплым мягким звуком. Нейлоновые струны, в отличие от металлических, производят более мягкий, тёплый, резонансный тон. Основной репертуар такого инструмента – это, конечно же, различные классические музыкальные произведения. Фламенко, басанова и прочее мелодическое музыцирование. И вот как она звучит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот у нас самая типичная электрогитара. Корпус, гриф на четырёх болтах и звукосниматели магнитные. Собственно, два джунгла и один хамбакер. У меня на канале есть обзор на эту гитару, я оставлю ссылку в описании. Звук в акустической гитаре возникает из-за вибрации струны. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию на корпус гитары, который резонируя играет роль усилителя. А звук электрогитары формируется путём преобразования колебания струны в электрический сигнал. Дальше уже по шнуру всё это дело идёт в комбоусилитель, в звуковую карту или куда вы там играете. Если вы вдруг решите остановиться на электрогитаре, знайте, кроме непосредственно гитары, вам понадобится ещё инструментальный кабель, педали эффектов и комбоусилитель. В целом это всё можно заменить, если вы играете дома, то достаточно купить только звуковой аудиоинтерфейс. Если будет интересно, пишите в комментариях, я в отдельном видео про них расскажу. Электрогитара – штука довольно универсальная. В плане жанровой принадлежности используется в роке, от классического рока до хэви-метала, в поп-музыке, также является неотъемлемым атрибутом джаза, кантри и блюза. Теперь послушаем, как звучит электрогитара на чистом звуке и перегрузе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас будет нечто экзотическое и нестандартное. Гитара Enya Nova Go SP-1. Гитара, как я уже говорил, выполнена не из дерева, а из карбона, что является основным ее отличием. Также в эту гитару встроен трансакустический датчик. Сейчас объясню, что это такое. Значит, в компанию к звукоснимателю, который у нас находится под нижним порожком, внутри гитары встроен небольшой динамик, и также в ней есть чип с DSP-обработкой, в котором есть ревер, эхо, компрессия, что-то там еще не столь важно. И этот обработанный звук из динамика примешивается к акустическому звуку этой гитары. Гитары из карбона довольно прочные. Им не страшны перепады температуры и влажности, в отличие от деревянных гитар. Это, наверное, и было основной причиной выбора этой гитары для меня. Звук у гитары довольно сильно отличается от дерева. Сейчас мы слышим ее в подключке. На примере послушаем и в подключке с эффектами, и подзвучу ее микрофоном, покажу, как звучит трансакустический датчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последняя по списку, но не по значению, электроакустическая гитара IBNS вот такой вот модели. Значит, почему электроакустическая? Да, потому что здесь, так же, как и в карбоновой гитаре, у нас под нижним порожком спрятан пьезодатчик. Аккуратно. Можно все это дело подключить к комбоусилителю или звуковой карте. Очень простенько записать. Нужно это в основном для концертов или же для работы на студии. Но нас прежде всего интересует ее акустическое звучание, поэтому мы ее подзвучили микрофоном. И основное отличие от классической гитары это непосредственно металлические струны и наличие анкерного стержня в грифе, чтобы гитара не сложилась пополам. Можно услышать, что в отличие от классической гитары у нее звук более лязгающий, более металлический. Ну, главное отличие это как раз таки струны, как уже было сказано. Это чуть ли не самые универсальные гитары используются в таких жанрах, как рок, фолк, поп, кантри и джаз. Теперь послушаем, как звучит эта гитара. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно поставьте лайк. Также приветствуется подписка на канал. Еще в описании к видео есть ссылка на все мои соцсети, в том числе Telegram, где вы найдете анонсы стримов и новых роликов. Теперь послушаем все гитары-всклейку. Это поможет начинающим гитаристам определиться с выбором инструмента. Обязательно пишите в комментариях, какая гитара вам понравилась больше. Приятного просмотра! Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой. Что в живых остались только мы с тобой. И что над нами километры воды, Что над нами бьют хвостами киты и кислорода. Не хватит на двоих, я лежу в темноте. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Я пытаюсь разучиться дышать, Чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, Что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь. Что над нами километры воды, Что над нами бьют хвостами киты и кислорода. Не хватит на двоих, я лежу в темноте. Слушая наше дыхание, Я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Дыхание.